В эфире информационный канал Город. Мы продолжаем. Пропавшую в Апарино пенсионерку нашли погибшие. 6 июня 59-летняя Мария Козлова ушла из дома в неизвестном направлении. Ее начали разыскивать волонтеры и полиции. Но спустя два дня женщину обнаружили мертвой. Следователи выяснили, что расправиться с ней мог сосед. Мужчина подозревает в том, что он не только убил Марии, но и расчленил ее. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Полицейским стало известно, что в лесу у поселка Апарино собаки обнаружили мешок с останками человека. Страшная находка помогла установить судьбу пенсионерки и выйти на человека, возможно, причастного к ее гибели. Следствие выяснило, что в день пропажи Козлова и ее 66-летний сосед поссорились. Все происходило у него дома. 6 июня один из местных жителей в ходе ссоры с соседкой нанес ей не менее двух ударов ножом в область шеи и груди. Труп женщины расчленил в своем доме, отбил мягкие ткани, после чего орудие преступления и кости, потерпевшие, сжег. Останки он сложил в пакет, вывез и закопал в лесу. Но шатопор сжег в печи, а то, что не сгорело, вывез в карьер и закопал там. Подозреваемому предъявили обвинение в совершении убийства. Мужчину взяли под стражу. Череда неудач случилась у водителя фуры, который перевозил автобус из Тюмени в Москву. Евгения сначала остановили на посту ДПС, выпустили штраф за путевку. Затем через полтора километра он сбил лося в зоне действия знака «Дикие животные». Смотрю, вот появился неожиданно. Растень по тормозам и все равно зацепил правой стороной. Какая скорость была? 35. Далее нужно было ехать в ГАИ, мужчина развернулся на дороге, и у него сломалось колесо. После долгих часов оформления ДТП Евгений заметил, что машина не может перемещаться из-за поломки. Теперь ее нужно как-то ремонтировать, и это все вдали от дома. Сейчас мужчине грозит штраф за сбитое животное, это около 60 тысяч рублей. По словам Евгения, рейс на этой машине стал для него первым и, скорее всего, последним. Азартного, пьяного и весьма побитого мужчину задержали активисты ночного патруля и сотрудники ДПС на улице Воровского. Ночью бедолага выпивал с друзьями, но в один момент ему стало скучно. Он уже без приятелей поехал к игровым автоматам. В заведении что-то пошло не так, его стали избивать другие азартные мужчины. После драки Евгений поехал на машине. Сейчас за пьяное вождение водителю полагается штраф и лишение прав. Машину Алексию пришлось забирать со штрафстоянки.